В газовой столице отгремела первая новогодняя елка главы города. Попасть на нее смогли лучшие дети и подростки, добившиеся успехов в учебе, спорте и творчестве. Новогоднее представление подготовили артисты городского дворца культуры «Октябрь». Вместе со сказочными персонажами и детьми хоровод у елки водила Мария Федорчук. Ей слово. Нарядные платья, яркие костюмы и улыбки на лицах. Этого праздника дети ждали с нетерпением. Приглашение на новогоднюю елку главы города получили 800 учащихся средних школ. Это лучшие из лучших, те, кому удалось продемонстрировать свои таланты и способности. Наградой стала долгожданная елка главы города. Вы действительно самые лучшие, потому что вы прекрасно учитесь, замечательно учитесь. Вы занимаетесь спортом, вы занимаетесь творчеством. Вы наши самые талантливые. Мы вами очень-очень вместе с вашими родителями и учителями гордимся. Хочу пожелать, чтобы в новом году у вас всегда сбывались ваши желания, чтобы вам удавалось всегда быть самыми-самыми успешными. Чтобы по учебе вам было, конечно же, интересно. В творчестве вы достигали самых больших высот и в спорте. И, конечно же, хочу заверить, что мы вместе с вашими родителями, вместе с учителями и вместе со взрослыми будем продолжать делать танк так, чтобы вам было интересно в нашем городе. Волшебные феи, добрые гномы, снежинки и пираты. К этому событию дети готовились особенно трепетно. Подбирали наряды, учили стихотворения и думали, что попросить у главного волшебника. Приглашение на главную елку города далось им нелегко. Надо правильно учиться, сидеть на уроках, правильно отвечать, тянуть руку, всегда стараться. Я уже второй раз на этой елке. Я очень хотела сюда попасть. В прошлом году я здесь была, и мне очень понравилось это мероприятие. Это большая честь для меня здесь быть. Праздничную программу подготовили артисты городского дворца культуры «Октябрь». В этом году ее тематикой стали гаджеты и новые современные технологии. С их помощью злодеи пытаются сорвать главный зимний праздник, но им противостоят добрые силы, на помощь которым приходят дети. В сегодняшней программе очень много цифровых героев. Но сегодня такое время, и наши дети, хорошо это или плохо, но это веяние времени. Они этим живут, они этим пользуются. Поэтому мы сегодня сделали такой микс из понятий о живом и цифровом. И нужно понимать, что если этим правильно пользоваться, то это очень полезно. Ну и, конечно же, мы сегодня рассказываем о том, что друзья должны быть друзьями, добро должно быть добром, и в Новый год обязательно случаются чудеса. Впрочем, во всепоглощающей атмосфере праздника возможность, пусть и ненадолго почувствовать себя детьми, выпала родителям. Они, как никто другой, гордятся успехами своих чад. Очень, очень сильно горжусь своими сынами, его успехами в учебе, в спорте. Учителяют тут навстречу, занимаемся дополнительно. А так, конечно, нас очень много уделяем временем и спорту. А каким именно спортом? Чем ты занимаешься? Фигурное катание. Фигурное катание, да, это наш спорт. Здравствуйте, дорогие ребята! Ой, что-то не слышу! Здравствуйте! Вот теперь звонка! Здравствуйте, девочки и мальчики! Кульминацией праздника стал выход Деда Мороза и его внучки-снегурочки. Каждый, кто подготовил стихотворения, смог их рассказать доброму волшебнику, поделиться самым заветным желанием. И, конечно же, не обошлось без подарков. Полученных эмоций детям точно хватит на весь год. Вы отличный. Молодец. Поздравляю. С наступающим. Поздравляю всем. Вас тоже. Спасибо вам. Мария Федорчук, Николай Александров, служба новостей «Импульс».